Концерт, посвященный Международному женскому дню, состоялся и в Театре оперы и балета. Он был организован для жителей 4-го избирательного округа, депутатом городского собрания Вячеславом Боболевым. Подробности далее. Среди 200 человек, пришедших в этот зал, были не только женщины, но и мужчины, поскольку мероприятие было посвящено двум праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Наверное, не зря эти в нашей стране праздники рядом, потому что без женщин, без красоты и любви, без основного движителя всего прекрасного в мире, наверное, нет смысла в защитниках. И вот от того, что 23 февраля – это первый день, оно, наверное, тоже и с вашей точки зрения, я думаю, правильно, потому что защитник должен стоять впереди, а внимание женщин первозначное. Вячеслав Алексеевич пожелал всем женщинам любви, красоты, здоровья и счастья, а также подготовил для них подарки. А от имени защитников Отечества прекрасных дам поздравил ветеран Афганистана Иван Витошкин. Почему перед вами мы всегда преклоняемся? Потому что вы и только вы прожигаете, воспитываете защитников Отечества. Артисты театра оперы и балета подготовили для гостей прекрасный концерт, а после него зрительницы поделились с нами своими размышлениями и наблюдениями, какой приходится быть женщине сегодня, в 21 веке. Им приходится быть и милыми, и добрыми мамами, и заботливыми, и в то же время сильными женщинами. Им приходится решать огромные перед ними поставленные задачи. И не обязательно нужно быть руководителями, не обязательно нужно занимать руководящую должность. Сейчас наше такое время, когда мы, женщины, стали крепче, сильнее, отважнее, наверное, и бочее. Я работаю в детском саду номер 35. Это детский сад для глухих, слабослышащих детей. Я хочу сказать о этих женщинах, которые воспитывают ребенка инвалида. Это прекрасные женщины, в судьбе которых случилась такая проблема. Ребенок инвалид. И я вижу, каждый день вижу, какой титанический труд они вкладывают в то, чтобы вырос их ребенок. Чтобы ребенок был полноценным гражданином нашего общества. Я преклоняюсь перед этими женщинами. Татьяна Зайцева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВМ.